Всем привет! Меня зовут Алексей и сегодня я хочу вам рассказать про свой кастомный электробайк, который я создал собственными руками, начиная от проектирования в системе автоматического проектирования и заканчивая закручиванием каждого болта в этой конструкции. В чем же особенность данного электробайка? Ну, я уже не раз сказал, это электробайк. Вот в этом его и есть особенность. Ну, еще особенность заключается в том, что он сделан не просто кустарными методами, а именно спроектирован в системе автоматического проектирования с использованием современных технологий проектирования. Опять же, вот. В чем же уникальность этой конструкции? Вроде бы, если посмотреть на этот аппарат, ничего такого особенного, кроме как внешнего вида, изначально в глаза не бросается. Но, на самом деле, есть скрытые очень широкие возможности будущего транспорта, а именно, ну, то, что он, опять же, на электротяге. Опять же, то, что он экологичный. Его плюсами я также, к плюсам могу также отнести то, что на нем можно передвигаться не только по дорогам, но еще и по парковым зонам, по пешеходным зонам. И он никак не опасен для окружающей среды и окружающих людей. Теперь я хочу рассказать вам о основных его деталях, его конструкции. Первая деталь – это, соответственно, двигатель, который вмонтирован в колесо. Он так и называется – мотор-колесо. Вторая, основная часть его – это батарея. И, соответственно, третья – это органы управления. Электроника, контроллер, тормоза, зеркала и так далее. И ничем не уступающая по важности эта деталь – это сама рама. Двигатель, как я сказал, это мотор-колесо. Современные электродвигатели построены именно по такой конструкции. То есть там контактирующих частей, то есть нет щеток, как в обычных электродвигателях. Он бесщеточный. То есть там магниты и обычный электроротор, электрический ротор с обмотками. Батарея. Конструкция батареи тоже использует современные технологии, а именно построена на ферум-полимерных ячейках. Емкость батареи 20 Ач. Ее напряжение достигает 95 Вольт, что позволяет разгонять данную конструкцию более чем 100 км в час. Запас хода на максимальной скорости может достигать где-то около 75-80 км. Если ездить, используя режим, как обычно это происходит у меня в городе, то я максимально приезжал на нем 160 км. Опять же, хотелось бы еще сказать про раму. Раму я создавал где-то около двух лет. Я ее не только создавал, но еще ее нужно было рассчитывать. Не просто так это все оказалось, потому что малейшие изменения в конструкции, имеется ввиду в сторону дизайна, тянули за собой технические издержки, которые влияли на жесткость рамы, на ее развесовку и на много других различных параметров, которые, в принципе, используются при конструировании какой-либо механической системы. Хочется сделать особый акцент на именно батарее, потому что здесь, как уже говорил, используются современные технологии, современная химия, она дает очень большие возможности в том плане, что она менее подвержена климатическим условиям, то есть она в мороз не сильно просаживается в отношении как литий-ионной батареи. И, соответственно, у нее диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 65 градусов Цельсия. Вернемся опять же к раме. При проектировании этой рамы я исходил из того, что в первую очередь о безопасности. Всегда меня спрашивают, как ты на нем ездишь, сколько он весит, то есть стандартные вопросы задают. Езжу я на нем нормально, я его подстроил под себя, эта рама универсальная в том плане, что можно и поменять и сидение, сделать его по-другому, и руль изменить, и изменить посадку за счет положения ног. То есть эта подножка, ее можно двигать в разные положения, в разные позиции. Рама очень... Опять же, при проектировании рамы нужно было учитывать вес всей конструкции. Материал, из которого сделана рама, это авиационный алюминий. Соответственно, она очень легкая рама. Основные, основные, даже можно сказать, половину массы занимает в этой конструкции это двигатель, батарея и вся навесуха, которую вы, в принципе, видите. Опять же, люди меня спрашивают очень часто, как же ты так вот без подвески ездишь, не жестко ли тебе и так далее. Я говорю, нет, ребята, мне не жестко. Я его создавал, я знал, что я создаю, на что я иду, и поэтому предусмотрел вот такие вот колеса. Они тоже очень технологичные. Как вы видите, они не мотоколеса. Они очень легкие. Опять же, я соблел здесь именно идею малого веса и сделал широкие колеса с мягкой резиной, что позволяет мне, в принципе, для городской езды очень комфортно ездить. Опять же, тут не обошлось без технологий. Втулка переднего колеса, на первый взгляд, кажется очень хлипкой, тонкой для такой махины, железяки. Но тут, опять же, я хочу сказать, что технологии, которые позволяют нам жить легче. Втулка в этом колесе титановая. Поэтому она и дорогостоящая, но она выдерживает большие нагрузки и при этом снижает вес конструкции. Опять же, я хотел акцентировать ваше внимание, но на конструкцию вилки. Эта вилка мне удалась не с первого раза, так скажем. Сейчас вы видите пятую по счету вилку и вообще сам рулевой механизм данного байка. Очень долго я проектировал именно под каким углом должна находиться эта вилка. Очень много я столкнулся с проблемами, когда, опять же, преследовал идею легкости. То есть, где поставить отверстие, где вырез, где сделать крепеж. И к этому постепенно пришел. Опять же, вот, если посмотреть на рулевой стакан, так как этот байк весь кастомный, рама вся кастомная, то есть, сделана, испроектирована мной, мне пришлось, опять же, привлечь здесь соседние технологии, так скажем. Я взял подшипник не просто с мотоцикла с какого-то или с велосипеда, я взял подшипник, который используется в ступице автомобиля. В частности, автомобиля Хонда. Поэтому в надежности рулевого стакана и поворотного механизма я не сомневаюсь, в принципе. Потому что, опять же, я преследовал идею надежности и легкости. Пойдем дальше. Органы управления и руль, который крутит всю эту вилку, я, опять же, подбирал из точки зрения легкости и прочности. Руль используется велосипедный, но усиленный. Обычно, стандартный у велосипеда, там используется 33 диаметр руля, у меня здесь 35 мм диаметр руля, в самом месте крепления. Да, для того, чтобы эту конструкцию всю, которая весит, кстати, я не сказал, вся конструкция весит 38,5 кг, уметь хорошо останавливать, необходимо хорошие тормоза. С учетом того, что на ней будет располагаться, ну, пилот весом 100-120 кг. Опять же, тут возник вопрос, какие тормоза использовать? Либо мото, либо спидбайка, либо с велосипеда. Долго я мучился, но все-таки остановился на велотормозах, опять-таки предназначенных для скоростных спусков с горы, то есть, даунхилл. Здесь установлены спереди и сзади 4-х поршневые гидравлические тормоза фирмы Magura, которые, в принципе, меня массой 75 кг, и байка, соответственно, 38 кг останавливает, достаточно неплохо. Так как я уже говорил, что делал этот байк полностью своими руками, я делал его, опять же, под себя. Так как я был первым пилотом-испытателем, вот, я выбрал седло, руль и органы все управления под себя. Эта рама позволяет, в принципе, использовать любые органы управления и для комфорта использовать также любое сидение, которое понравится, потому что крепления, они все универсальные. И в зависимости от необходимости посадки, от необходимости уровня комфорта, пилот, либо владелец может сам под себя все подстроить и купить. Это, в принципе, несложно. Так как конструкция вся сама, она также несложная в том плане, что что-то сделать самому, это нужно иметь просто комплект шестигранников, и вы можете, в принципе, изменить и руль, и седло поменять, и батарею поменять, и, соответственно, с колесами сделать какие-то там основные манипуляции. Как я уже и говорил, для того, чтобы его разобрать, необходимо иметь набор шестигранников. Но в этом нет необходимости, так как его габариты, его вес позволяют спокойно его транспортировать с собой куда угодно. Например, для того, чтобы его загнать в квартиру, я ничего не снимаю, ничего не убираю. Габаритов хватает для того, чтобы его закатить в грузовой лифт и хранить его спокойно в квартире. Это не только, в принципе, удобно, но и дополняет интерьер в квартире, так как у него вот такой, как вы видите, необычный такой футуристический вид. Характеристики, габаритные характеристики данного байка, они позволяют не только удобно его хранить в квартире, но и также они играют важную роль при маневрировании и движении в потоке, соответственно, на дороге, либо еще где-то. Расскажу вам частный случай, который со мной произошел, и я был приятно удивлен, когда я со своим другом как-то раз ездил по городу, он был на спортбайке, а я, соответственно, на своем электробайке. Ну, мы передвигались по пробке, возникали такие ситуации, когда он не мог просто протиснуться между машинами. Ну, я эту ситуацию с легкостью решал и проезжал. И он завистливо мотал головой, не понимал, как это вообще происходит. Ну, возникает ситуация, конечно, когда не получается проехать в узком проеме между машин, тогда я просто вывожу свой электробайк на пешеходную зону, на тротуарную зону, на парковую зону, и никому при этом не мешая, не составляя никакого дискомфорта, так как это устройство классифицируется как легкое устройство, средство передвижения, а именно велосипед. За счет того, что его можно классифицировать как велосипед, и он имеет небольшой вес, его также можно перевозить на машине, либо в машине, и разными другими способами, которыми перемещают или перевозят велосипеды. Все, конечно, интересно, но опять же вы меня спросите, как же эту штуку вообще заряжать? Заряжается она очень легко и просто, не нужно иметь никаких-то специальных зарядных станций, которыми пользуются автомобили электрические. Он заряжается от обычной розетки 220 вольт. В той же самой квартире, пока он стоит, пока вы спите, пока вы кушаете, этот агрегат заряжается. И для полной зарядки ему достаточно 3,5 часа. Соответственно, через 3,5 часа вы можете сесть и проехать на нем примерно около 120-130 километров. По себестоимости пробега еще хотел сказать, что примерно по моим расчетам обходится 100 километров ему в 5 рублей наших российских. Подводя итог, хотелось бы сказать все-таки, как же я к этому пришел. Изначально меня сподвигло на создание электротранспорта то, что я не буду зависим от бензина, который постоянно дорожает. Электричество тоже дорожает, но не такими темпами, как бензин. Идея того, что экология вокруг нас, она ухудшается, дышать этими выхлопными газами становится все некомфортнее, некомфортнее. Это и так некомфортно, но их все больше и больше. И, соответственно, все испытывали то чувство, когда вечером люди ложатся спать и слышат в окнах ревы моторов, которые проносятся с бешеной скоростью по дорогам. И, соответственно, самый главный вопрос, который меня просто коробил, это то, что я каждый день еду на работу и с работы по пробкам. Я трачу огромное количество времени в своей жизни на то, чтобы стоять в пробках и терять это время на бесполезное дело. Это стоять в пробках, опять же повторяюсь. Таким образом, я решил все-таки пересесть на велосипед. Но велосипед это все же средство для передвижения. Передвижение, оно да, оно для здоровья хорошо, но когда ты в офисе не имеешь возможности принять душ после активного педалирования велосипеда, это немножечко является проблемой. И таким образом я решил установить электродвигатель на обычный велосипед. Но это выглядело настолько колхозно, настолько убого, что, в принципе, я решил что-то изменить в конструкции велосипеда. Таким, это долгий процесс, который, в принципе, можно долго рассказывать. В итоге я хочу сказать, к чему же я пришел. Я пришел к тому, что я не трачу свое время жизненное на пробки. Я передвигаюсь с комфортом по любым мне интересующим тропам, дорогам и так далее. И получаю от этого тоже удовольствие. Гораздо приятнее ездить на таком виде экологическом транспорта по парку какому-нибудь, чем стоять в пробках в дорогах. Я получил огромную экономию денег, семейного бюджета, в плане того, что я не трачу деньги на бензин. Я получаю огромное удовольствие от того чувства, которое я испытываю, когда я просто кручу ручку газа на себя. Это непередаваемое ощущение, которое дает именно электродвигатель. Это максимальный момент с самого низа. Вот представьте себе. Все мы ездили на троллейбусах, на трамваях. Мы знаем, как они стартуют, как они едут, и все мы понимаем, что это мощь. Опять же, это опытный образец. То есть это своеобразный стейдж-1, как это положено говорить. Для любителей тюнинга и любителей кастомайзинга это в принципе непаханное поле. Вы в любой момент, если захотите чего-то большего от этого транспорта, вы можете поменять двигатель, поменять батарею с наименьшими затратами, трудозатратами, и получить максимальное количество эмоций и удовольствия от результата. Опять же, хочу сказать, что на этом останавливаться я не хочу. Мне очень понравился сам процесс создания такого электробайка, и поэтому в данный момент я проектирую уже новый электробайк, который в скором будущем вы, возможно, увидите. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось то, чем я занимаюсь, то, о чем я вам рассказал. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok